Вы смотрите время инноваций. Здравствуйте! О технологиях, которые меняют нашу жизнь в ближайшие несколько минут. Сердце инноваций региона нашей съемочной группе показали, где рождаются идеи. О прошлом, настоящем и будущем узнаем по капле крови. Мы побывали в лаборатории, где проводят уникальные анализы. Волонтеры всех стран, объединяйтесь. В Самаре создают базу, которая найдет добровольцам занятие по душе и по силам. Подробнее через несколько минут. В месте, где рождаются идеи, недавно побывала наша съемочная группа. Технопарк Жигулевская долина, один из самых крупных в России. На 65 тысячах квадратных метров свои площадки разместили 184 резидента, в том числе с иностранным участием. Из сердца инноваций региона наш первый сюжет. Полторы тысячи часов в жестких условиях. В камере соляного тумана проходят испытания элементы ВАЗовского кузова с инновационным напылением. Это российское ноу-хау. Нанопокрытие в 10 раз тоньше зарубежных аналогов, что ничуть не мешает ему эффективно справляться с главным врагом железа – коррозией. Введя в электросаждаемое покрытие или в лакокрасочный материал столь полимерную добавку, даже в минимальном количестве, не более 4%, за счет того, что она наноразмерная, мы можем получить высокую коррозионную стойку. Такие работы были приведены уже по запросу ПАО «АвтоВАЗ». Мы достигли результата в 3-3,5 раза. Вон они появятся – черная и коричневая, две пластины, тоже обработанные нашим фактором. Инновационная добавка – совместный проект с учеными из Владивостока. Изобретение запатентовано и в случае успешных испытаний готово выйти в серийное производство, говорят разработчики. Среди потенциальных заказчиков не только автозаводы, но и судоверфи. В реальных условиях сейчас испытывают опытный образец краски для ледоколов. Прочность, вязкость, устойчивость к суровым климатическим условиям. От тропической жары до вечной мерзлоты резиденты технопарка демонстрируют возможности уникальной лаборатории. А эта площадка – единственная в России и СНГ, где занимаются разработкой и производством оборудования для испытания автомобилей, железнодорожного транспорта, авиационной и космической промышленности. Среди заказчиков автоконцерны, такие как «КамАЗ», «УАЗ», «Тойота», «АвтоВАЗ» – идут переговоры с Горьковским автомобильным заводом. Этот автомобиль в мире никто еще не видел. В этой лаборатории он пройдет несколько серьезных испытаний, прежде чем выйдет на рынок. К примеру, здесь имитируют столкновение пешехода с автомобилем, который едет со скоростью 40 км в час. Если приборы показали превышение допустимых значений, значит машина потенциально опасна и нуждается в доработке. В данный момент мы производим удар голенью, мы испытываем бампер на то, как он реагирует при, скажем, столкновении с пешеходом, насколько он приносит несовместимую, скажем, травму человеку и делаем вывод, травма безопасен в данном случае, этот бампер и автомобиль в целом или нет. Проектов, внедренных в крупнейшем инновационном центре Поволжья, десятки. Они занимают целую галерею. Это не только продукция для автопрома, востребованная в Тольятти, но и инновационные системы пожаротушения, химия будущего, новые виды тары, медицинские протезы и даже гаджеты для холодильников, которые следят за сроком годности продуктов. Многие производства выросли из стартапов. На подходе новые резиденты. Свои площадки они разместят в Жигулевской долине-2. Здесь делают ставку на молодежь, которую с ранних лет учат мыслить инновационно. Для этого недавно открыли Кванториум. Это технопарк для детей. Занятия бесплатные. Через три года получаем человека, который будет мыслить нетривиально, он будет в научно-техническом плане просто подкован. А может быть, найдем себе талантливых детей, которых стоит вложить деньги. В технопарке рассчитывают увидеть этих детей в числе своих будущих резидентов. Узнать, к каким хворям предрасположен организм, какие лекарства несут пользу, а какие вред, что есть, чтобы не растолстеть, и даже в каком виде спорта достичь высот можно по капле крови. Уникальные исследования одними из первых в Самаре начали проводить в лаборатории генодиагностики. Что это такое в следующем сюжете. Материалом для генетического анализа может быть любая ткань человека. В данном случае сухое кровяное пятно. Из него молекулярные биологи выделяют ДНК гена, отвечающего за сбой в организме, и тщательно изучают. Так медики могут дать ответ, предрасположен ли пациент к серьезным недугам, таким как тромбозы, а значит риску инфаркта и инсульта, сахарному диабету, онкологии и многим другим. Или, к примеру, сказать, насколько эффективно лекарство. Одно из наших любимых направлений деятельности – это определение чувствительности пациента к действию лекарственных препаратов. Чтобы, анализируя его геномы, могли говорить о возможных неблагоприятных последствиях контакта этого человека с лекарственным препаратом или определять эффективность действия данного лекарственного препарата на пациента. Всего пять генетических маркеров помогут пациентам эффективно скорректировать фигуру, ведь за усвоение пищи и расходование энергии тоже отвечают гены. На наш взгляд, это очень эффективная методика, которая позволяет сказать вам, какие у вас есть, возможно, нарушения в обмене жиров или углеводов. То есть, когда какой-то из этих компонентов усваивается неправильно. В этом случае, если вы им питаетесь, то весь излишек энергии начинает накапливаться, и вы начинаете набирать вес. Поэтому очень удобно, вы смотрите, какое нарушение, ну, чтобы, грубо говоря, нельзя кушать лишний раз. Помимо диеты, анализ может сказать, какой вид физической нагрузки избавят от лишних калорий. Вся информация загружается в компьютер. В данном случае, рандомно набранная, это получается низкоглеводная диета и интенсивные физические нагрузки. И далее можно уже посмотреть, здесь будет в полном развернутом виде, дана примерно такая меню на день, сколько килокалорий нужно в день употреблять, и какие продукты, каких веществ и макроэлементов содержат. И далее дана также таблица физических нагрузок. То есть, здесь есть специальная формула, по которой человек сам может высчитать, сколько физических нагрузок ему нужно в неделю. И здесь причислены некоторые виды спорта, либо там различные танцы, аэробика, еще что-то, которые можно также использовать. И причислены, сколько килокалорий в час данный вид спорта может помочь сбросить. Для тех, кто мечтает достичь спортивных высот, есть свой анализ. ДНК человека может поведать о потрясающих возможностях, которые помогут стать чемпионом даже в обычном фитнес-клубе или спортивной секции. Это актуально для тех людей, которые, например, хотят своих детей отдать в спорт. Обычно же это делается в детском возрасте, но сразу распознать какие-то таланты или возможности физические, а также любые возможности, их сложно. Поэтому можно сделать такой достаточно простой анализ, и он покажет, какими физическими данными, собственно, обладает человек. То есть там рассматривается и сила мышц, и каким образом работает сердечно-судистая система. То есть там нужны, можно, тяжелые физические нагрузки или, наоборот, какие-то полегче. Опять же, вот эта эластичность мышц, все это можно там посмотреть. В Самаре создают приложение для волонтеров. Сервис поможет добровольцам находить возможности для добрых дел по всей стране, а в перспективе и в мире. А компаниям сотрудничать с настоящими профессионалами. О том, как будет работать платформа, нам рассказали авторы идеи. Сервис для волонтеров можно сравнить с социальной сетью. У каждого зарегистрированного своя страница, в которой отображается его рейтинг и волонтерский стаж. Пользователи могут приглашать друзей и знакомых, присоединиться к добровольной инициативе, отслеживать и оценивать результаты добрых дел. Найти себе применение можно на доске объявлений, в которой компании будут скидывать объявления о работе. Если навыков не хватает, доброволец может пройти обучение. Сервис абсолютно прозрачен и безопасен для обеих сторон, заверяют разработчики. Самое главное в этом – это коэффициент доверия. И в данном случае мы можем предоставить всем нашим клиентам, как и организациям, так и волонтерам, доверие и закрывать определенные риски. Сегодня организации, привлекая волонтеров, порой используют социальные сети. В социальных сетях все мы знаем, что владельцы аккаунтов часто меняют свои имена, скрывают свою жизнь. В нашей системе получается таким образом, что человек, волонтер, регистрируя систему, он предоставляет полностью информацию о себе. И работодатель, который создает проект, он видит верификацию данных и может понимать. То есть человек честен перед ним, открыт. У каждого зарегистрированного в системе будет специальная карта, как в электронном, так и в распечатанном виде. Это макет карты волонтера. Она именно такая получится по размеру. Будет пластиковая карта с QR-кодом, который ссылается непосредственно на профиль волонтера в системе. Плюс у нее есть бесконтактный интерфейс, мы планируем его реализовать, который позволяет уже использовать ее как пропуска на мероприятие, в случае, если волонтер в них участвует. Опять же, она используется как скидочная карта и так далее. То есть, на самом деле, применение этой карты, она очень широкая. Кроме того, система предполагает интеграцию с государственными структурами, такими как портал госуслуг, налоговая инспекция и пенсионный фонд. Учитывая, что на подходе принятия закона, по которому волонтерскую деятельность будут приравнивать к трудовому стажу, преимущество очевидно. Сейчас сервис готовит к запуску в тестовом режиме. Платформа заработает сразу в 10 регионах. Помимо Самары, это Сочи, Владивосток, Пермь, Ульяновск и другие города. Дальше подключатся Москва и Санкт-Петербург. В перспективе и весь мир. Тестовая версия точно будет, наверное, строиться на так называемом материал-дизайне. То есть, это платформа, на которой, например, работает YouTube. Минимум функций, максимум пользы. Вначале разрабатывается мобильная версия под смартфоны, айпэды, планшеты и так далее. И потом уже будет разрабатываться десктопная версия для ноутбуков, настольных компьютеров и других платформ-систем. В системе уже зарегистрировались почти 2000 волонтеров и несколько десятков компаний. Запуск платформы планируют летом. Об инновациях смотрите в наших следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова